Мы продолжаем искать пенечки, по которым для здоровья прыгают. Говорят, вроде уже разрушили. Я в это не верю. Я верю в то, что они были, но не верю в то, что прям вандалы пришли и давай пеньки выковыривать. Разные сорта елок. Я не знаю, на его месте от елок меня реально колбасило. Посмотрите, сколько здесь елок. Удивительно. Даже ледник небольшой. Вот это такой, так называемый водопад. Сейчас он, видимо, не работает, но... Вот. Вот. Да. Запустить можно в любой момент. Так. Это просто интересно. Пока до пеньков доходил, он не уставал, не? Я уже запарился бегать. Или его на гольф-машине подвозили. Воздух, надо сказать, очень чистый. Вот. Примерно всё это. Вот так. Выглядит... Скворечники. Да, скворечники. Тут такие добротные скворечники. Не хухры-мухры. Так это выглядит со стороны... Не, спускаться-то легко. Подниматься вот как мы будем. Я же так понимаю, фуникулёров тут нету. Поэтому я сильно не хочу спускаться, потому что мы устанем потом подниматься. А я сейчас не в том состоянии, когда готов делать кроссы. Вот ещё заборчики. Ну, правильно, как же без заборчика? Без заборчика никак. С кучи... Посмотрите, практически на каждом столбе по камере. Где? Ребята, на каждом столбе по камере. Это просто пипец. Это просто шиза. Ну вот, каждый столб, и на нём камера наблюдения. Столб, камера наблюдения. Столб, камера наблюдения. Заборчики, да? Там за ним... Нет, я уверен, что то тоже в Межигорье, но на своей территории фигачат такие заборчики с таким количеством камер. Это... Ну, это явное... Явное расстройство психики. Или это так уже пилили этот бюджет, я не знаю. Ну, вот, ладно. Только для вас. Спускаюсь по этой лестнице. Мне вот интересно, это для кого это они тут название написали-то, а? Название Слива Писарда. Господи, ему же нельзя такое произносить вслух. Он же подумает, что его оскорбили. А вот это уже не порядок. Уже не порядок. Вот, а что-то тут... Непонятно, что это. Вот честно, без экскурсовода здесь очень сложно понять, что здесь находится. Ну, будем исходить из здравого смысла. Хотя, здравый смысл в Межигорье звучит как-то сюрреалистично. Какой может быть в этом здравый смысл? Так, а, это тут система кондиционирования у нас. Угу. А система кондиционирования явно для проветривания каких-то... Опять непорядок. Аккуратней тут. Аккуратней тут. Да. Брукевку уже кто-то вырывав. Это система кондиционирования для каких-то... Вот там сверху этот дом, это какой-то подвал они провентилируют или что-то такое. Ну, чистенько, да. Люба подсказывает, что даже тут чистенько. Несмотря на то, что сколько уже, неделю, да? Больше недели. И до сих пор, обратите внимание на вот эти вот дождевые желобки. Вот, обратите внимание, да? То есть, вот, чтобы водичка стекала, чтобы вот там сеточкой все укреплено. А так, оказывается, умеем. Оказывается, можем, когда хотим. Просто хотим только для себя. И побольше, побольше. Вот, обратите внимание, вот опять камеры. Вон камеры. То есть, там, где идет излом забора, там сразу идет камера. Хотя, достаточно просто грамотно установить. И будет все хорошо. Ведите внимание на этот чудный мостик. Просто чудный мостик. Вот. Вот. Вот тут вот. Ты хочешь сказать, что я вот на мостике буду, да, запечатлен для истории. Люба, ты тоже будешь запечатлена для наших зрителей. Люба, заработай. Это выглядит вот так. Она приседает, щурится и начинает потом блымкать. Обратите внимание на эти перила. Ребята, это вот реально перила, вот покрытые лаком. Они такие массивные. То есть, ну, причем, гляньте, они с фонарями. Ну, чтобы если темными, томными вечерами прогуливаться, чтобы вот здесь вот не споткнуться. Это, честно говоря, слов нет. Одни выражения, причем все не печатные. Ну, Люба предлагает пойти на дебаркадр. Я думаю, что да. Если мы не сходим на дебаркадр, то это будет неправильно.